всем привет ребятушки привет смотрите у нас завечерело мы едем с центр адеров погуляли с семьей отдохнули вот и ну праздники что вас конечно хочется поздравить уже публикация видео идет как раз в день россии вот каждый по-своему отмечает свой праздник вот сегодня мы давайте поговорим на тему которую частенько приходится повторять вот потому что у нас подписчики все новые прибавляется так далее на тему сколько нужно денег для жизни в сочи ну чем больше тем лучше это так всегда но вот если мы будем брать даже не свой пример потому что он индивидуальный но в первую очередь конечно же это все зависит от состава семьи вот для меня как бы я считаю что это наверное самое основное не то что там какой вы там профессии сколько зарабатывать да потому что у нас вот есть на технике плиточники так далее которые зарабатывают ну не меньше 200 тысяч в месяц понимаете то есть это не говорит о том что если кто-то там не будет там бизнесом заниматься что ему здесь будет очень плохо абсолютно нет мое мнение такое что тут когда вы задаете такой вопрос собираетесь сюда переезжают например да и вы скользь думаете сколько же денег надо вот на сочи вот дороже в сочи смотрите что чуть чуть подороже например бензин например чуть чуть подороже там отделочные какие-то материалы если вы там что-то будете себе покупать ремонтировать да но бензин смотри бензин такая статья машина есть не у седает и она разная у всех а вот она вообще не касается и опять-таки из тех кого из машины у всех разные пробеги да и естественно что моторы разные да он и дизель не будет там есть там совсем у кого-то будет прожорливая бензиновая машина налоги и так далее опять же обслуживание если у вас есть автомобиль какая у вас машина то есть может быть мерседесу да соответственно это дорогой удовольствие я думаю что те кто имеет такую машину вряд ли наверное будут голову забивать сколько им надо денег на проживание да это мы сейчас говорим действительно о другой наверное направленности людей возможно другой категории но такая статья расходов как отделочные материалы она ведь тоже как бы сказать однократная но сделать и ремонт и все мне по факту да я между чем ну вот наш город он же все-таки тупиковый и вот сейчас по ситуации даже да так сказать для для темы как то которого но она может быть вам будет и полезно вот летом на строительные материалы поднимается цена знаете почему потому что вот уже второй сезон до второй сезон у нас наплыв очень сильных туристов в этом году тем более один аэропорт только работы и соответственно железнодорожный транспорт также усилил потоки пассажирского транспорта то есть это перевозок и они вот эти вот товарные составы и так далее все это доставку ну так сказать отложили на на второй план да и все остальное доставляется естественно большегрузным транспортом или накладные расходы и соответственно цена становится выше тупиковый город здесь есть определенный такой минус но если мы уже даже коснемся именно машин например да то с идеальными климатическими условиями для города сочи да для нашего с учетом того что вы там машины не будете мыть там раз в неделю как бы его у себя в регионе мы ли да потому что вот мы иногда там по несколько месяцев даже ним не мыли машину если вы внутри там не испачкаетесь для определенная экономия на одежде там зимний например то есть вот это вот особенно для детей вы знаете что такое детская одежда там до маленькие размеры бывает даже дороже чем взрослые соответственно вот опять же идеальные дороги машины меньше ломаются по обслуживанию вы здесь будет выигрывать однозначно будьте менять колодки то проходить и не заморачиваться даже на старой машине это вам гарантирую здесь если вы не живете где-нибудь в деревне там и и не скачете по я вам как я не знаю кто да вот убивая машину тогда да тогда вам в любом городе будет сложно с ремонтом вот а что касается опять же вот состава семьи да а если у вас дети дошкольного возраста вот например в садик нужно выйти да некоторые допустим не могут сидеть с ребенком готовы отдать частный детский садом или он естественно денег стоит денег стоит по-разному 20-30 если меньше 50 на такую часть расхода вам тоже нужно учить по крайней мере мы тоже это к этому готовились мы тоже это учитывали когда сюда переезжали и вот этот момент нас тоже очень сильно волновал и когда вы переезжаете сюда естественно самая главная часть наверное расходов это либо у вас есть свое жилье она планируется покупается там или или вы едете приезжайте сюда на съемное жилье а здесь уже извините по аппетитам можно снять квартиру за 100000 можно подыскать то есть если человек там там может быть какая-то семейная пара который и и в 20 квадратах можно поначалу пожить там обосноваться и так далее вот она будет стоить там от 20000 и выше здесь очень часто люди сравнивают цену аренды там с москвой говорят о такая же как москве например да но вы не путайте потому что здесь очень большая масса квартир сдается именно посуточно то есть и соответственно отсюда такой ценник на долгосрочную аренду и нужно понимать и учитывать свои расходы свои доходы потому что именно в летний период времени на долгосрочную аренду также повышается цена стоимость аренды потому что вот мы когда приехали сюда и снимали кого квартиру ну назовем ее двухкомнатной квартиры до 50 там квадратных метров мы платили 30 35 то есть это зимний период времени не сезон до был и 35 это был именно уже в летний сезон это было четыре месяца по 34 месяца нормально да вот и конечно же если вы переезжаете и думаете о работе то конечно вам нужно здесь искать хорошую высокооплачиваемую работу потому что если вы приедете будете работать в каком-нибудь магазине пятерочка например то разница зарплаты примерно одинаковые по регионам наверное да у них а у них зависит от выручки а я думаю что выручки здесь в летний сезон как минимум поднимают возможно я может быть даже не просто к тому что здесь затраты другие понимаешь уже то есть москве они тоже есть эти пятерочки тоже там люди работают но возможно у них там есть свое жилье вот чем дело здесь надо привыкать часть расходов составляя она небольшая но на самом деле к этому надо привыкать парковка вы редко будете находить себе бесплатно какие-то места надо к этому готовится сразу и на этом на самом деле экономить не стоит почему потому что один раз если вы не заметите какой-то знак эвакуатор здесь работает отлично просто я вам скажу отлично работает то у вас машину забирают тысяч на пять вы попали вот грубо говоря это по 100 рублей за час там каких-то парковок это прямо на год сразу перед перекидывает все здесь статья расходов это особенно в нашем курортном так сказать городе где полно всяких кафе-ресторанов там не знаю там он столовых да вы будете если где-то работает вряд ли вы будете ездить домой это кушать например и соответственно надо понимать что вы будете этим пользоваться этим кстати даже даже удобнее пользу согласись чем тратить это время что-то готовить у себя вот это все зависит от бюджет так скажем потому что ну допустим кафе-столовые верни кафе-рестораны понятное дело что там будет прилично да и вкусно а столовые они все-таки но здесь не все как бы отличные столовые так скажем да то есть нужно подбирать смотреть пробовать вот поэтому ну вот еще что касается допустим определенного плюса по расходам это же конечно же кубанские товары до марину тоже скажи и фрукты и овощи вообще вот это мясо но хотя они здесь не дешевые здесь конечно все привозят с кубани да и мясо и молочку там фрукты овощи вот но они здесь не дешевые допустим вот даже клубника да у нас она когда было по 250 мы в краснодаре ее по 150 купили в это же время в это же время да то есть это опять таки из-за доставки я считаю здесь тоже цена поднимают конечно но зато здесь есть местные продукты вот именно которые здесь растут это здорово то есть наличие вот именно того что здесь круглый год все чего-то есть правильно даже сам мандарины форма что у нас еще тут растет киеве то есть все все это растет в этой среде и мандарины мандарины особенно конечно да начинается прям мандариновый бум зимой самолётик вот ну что касается опять же там коммуналки например да если вы живете где-то на севере у вас там ну сопоставимая жилая площадь там по 70 квадратов там по ну двухкомнатные те же самые квартиры да если у вас допустим отопление центрального но очень дорогой то в принципе здесь если это будет возможно индивидуальный какой-нибудь газовый котел либо так сказать есть возможность регулировать это она будет подешевле потому что все таки здесь топительный сезон не такой ну а топление городской здесь будет тоже не течение городское до сразу будет достаточно такое дорогое особенно вот все вот эти бизнес-классы то есть обслуживание здесь такое знаете уже кусачи вот ну напишите в комментариях ваше мнение вот как вы считаете сколько вам нужно денег для того чтобы вы там жили в сочи как-то мы уже снимали такие ролики и такие были комментарии разносторонние у кого-то там 100 200 плюс у кого-то там 30 40 плюс то есть настолько интересно это как раз таки показывает вот этот момент что нельзя предугадать нельзя какую-то конкретную одну сумму сказать что для жизни там в сочи или в москве вам нужно столько-то денег то есть настолько у людей у всех свои потребности разные сам сочи все равно он такой знаете ближе приближенные к московскому уровню по по проживанию что ли как бы я бы так сказал ближе уже к москве как минимум это точно сто процентов московского здесь цена и на недвижимость и зарплаты из не московские но подмосковные так называемые ну и соответственно уровень такой в сочи конечно очень много где можно найти себя в какой-то сфере потому что ну как сказать это город вот он не промышленный например а все в остальном здесь все это вертится все крутится все работает и конечно же сейчас вот могут сказать за на хрен и нам ваш сочи тут нет работы и это уже отдельная целая там можно перебирать все эти отдельная тема вот но вы знаете я так скажу все те люди которые имеют какие-то навыки специальности они всегда здесь могут найти себе достойную работу все них голова работает если они не алкаши например если человек может быть захочет свой бизнес нам открыть там и пожалуйста здесь это не так уж и сложно не скажу почему потому что многие просто боятся многим уже связи там какие-то на самом деле нет пожалуйста есть куча разных там предложений по аренде какого-то помещения есть специалистами все всегда набьют свою какую-то клиентуру и достаточно неплохо будет себя здесь чувствовать вот все те люди которые вот работают с нами окружении вот все мои друзья знакомые которые здесь живут в сочи я еще ни одного не увидел который как сказать не нашел себя а мы идицы вот наверное борься ли уехали отсюда а так вот в целом вот больше ну все здесь нормально себя чувствует все живут понятно дело не в роскоши может быть не купаются но тем не менее все находят себе какую-то квалификацию и нормально вот но статья расходов даже вот такая как тот же самый отпуск который стал очень достаточно дорогим в принципе это же тоже из вашего бюджета вашего заработка если мы за год допустим берем что вы там ездить с семьей допустим там 200 тысяч потратили например на отпуск вот вам уже грубо говоря там тысяч 20 примерно в месяц вашего дохода вы должны откладывать на отпуск на море съесть а здесь это уже статьи расхода ну не принципиально сможете также ходить на море когда вам надо по выходным и так далее вот и здесь как сказать погода климат позволяет пешком больше ходить например не пользуясь там такси например если не небольшие кита расстояния самокат вам в помощь для того чтобы добираться откуда-то там если вы сняли квартиру где-то далеко например велосипед и так далее активный образ жизни здесь пожалуйста приветствуется ну и конечно такие статьи которые может быть кто-то привык тратить там ходить в какие-то там концерты все это все и здесь есть пожалуйста если вы там на спорте например он весь олимпийский парк вам в помощь можете там найти любое себе развлечения футбол хоккей там теннис все остальное то есть здесь опять же это статья расходов как вы там у себя привыкали так и здесь пишите в комментариях ваше мнение вот у нас красивая такая вот погода на закат вам в душу можно сказать приезжайте с очень не не переживайте не слой не слушайте вы никого каких-то там отзывов что-то в сочи все плохо и так далее попробуйте себя не обязательно продавать надо недвижимость можете снять квартиру пожить найти себе тот район который вам подойдет и тогда уже можете менять свою судьбу жизнь так далее все хорошего настроения пока пока